Вот вопрос на засыпку. Если бы я знал, наверное, я бы сейчас не здесь стоял, а заседал бы в здании там напротив. К сожалению, на мой взгляд, на текущий момент почти ни один крупный проект не обходится без каких-либо проявлений коррупции на том или ином этапе. Причем это совершенно не обязательно, что за хищениями стоят руководители всего проекта. Потому что мы сами прекрасно понимаем, что при реконструкции Большого театра есть огромное количество закупок, есть огромное количество различных работ, которые выполняются на субподряде. Отследить в данном случае абсолютную корректность ценообразования по всем пунктам почти невозможно. Поэтому с учетом общего масштаба коррупции в стране нет ничего удивительного, что в любом подобном проекте что-нибудь найдется. Каким образом избавить страну от коррупции, это вот я говорю вопрос, на мой взгляд, на самом деле никак не избавить. Вот если уж говорить правду, ну в России и в любой стране мира на самом деле другой всегда есть определенный уровень коррупции. Коррупция есть в США, есть она даже там в прекрасных странах типа Швейцарии и никуда от этого не уйдешь. Другое дело, это ее масштаб. Условно говоря, насколько она мешает нормальному в принципе экономическому развитию страны. Если у тебя там коррупционный налог, то есть условно говоря, все коррупционные отчисления в сумме составляют меньше 10% или хотя бы меньше 15%, то ничего страшного в целом для экономики в этом нет. Наоборот, зачастую, я кстати в этом согласен со Станиславом Белковским, политологом, определенный уровень коррупции наоборот стимулирует дополнительную трату средств. Условно говоря, есть стимул украсть небольшую долю, поэтому выделяются деньги на те или иные проекты, многие из которых на самом деле нужны. В том же случае, если у тебя коррупционный вот этот налог составляет там 30, 50 или 70%, понятно, что ни о каком нормальном экономическом развитии и реализации серьезных проектов речи идти не может. Из-за этого там происходят такие вещи, как удорожание смет в несколько раз, что мы там видели, в частности, на некоторых объектах Олимпиады. Поэтому здесь, на мой взгляд, должна быть какая-то такая достаточно показательная борьба с коррупцией, включая аресты и уголовные сроки, в том числе достаточно высокопоставленным лицам. Я надеюсь, что уголовное дело, которое возбуждено по отношению к министру обороны Сердюкову, оно в итоге все-таки до чего-нибудь дойдет, а не зависнет в том положении, в котором он находится сейчас.